9 мая, сто лет назад, родился Булат Шалович Акуджава. Он широко известен как один из самых талантливых советских бардов, композиторов и поэтов, как создатель множества прекрасных прозаических произведений. Булат Акуджава исполнял песни на свои собственные стихи. Родился Булат Шалович в 1924 году в Москве. Вскоре отец Акуджавы уехал по работе на Кавказ, а мальчик отправился вместе с ним. Там он жил и учился в Тифлисской школе. Затем семья Булата поселилась на Урале, где юноша продолжил обучение в школе Нижнего Тагила. В 1937-38 годах Акуджава лишился сначала отца, который был расстрелян, а затем и матери, отправленной в ссылку. Некоторое время после этого он жил в Москве, на улице Арбат, а затем уехал в Тбилиси. Там он выучился на токаря и работал на местном заводе. В августе 1942 года Булат Акуджава был мобилизован в армию. Служил на Северо-Кавказском фронте минометчиком, а затем радистом. В 1943 году, участвуя в боях под Моздоком, получил ранения. В военные годы он написал свою первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось». В 1944 году он был демобилизован из армии и поступил в Тбилисский университет на факультет филологии. Окончив вуз, он работал учителем в Калужской области, где и написал множество стихов, ставших впоследствии песнями. Литературная карьера Акуджавы начинается в 1954 году. В 1956 году вышел первый сборник стихов Акуджавы под названием «Лирика». А в 1959 поэт начал активно выступать со своими песнями и в течение довольно быстрого периода завоевал сердца миллионов людей, проживающих в Советском Союзе. В это время Бард жил в Москве. Его творчество оказалось сильнейшее влияние на формирование бардовской песни. Расцвет творчества Акуджавы пришелся на 60-е годы. Тогда были написаны его самые известные песни. Магнитофонные записи Акуджавы многократно переписывались и передавались из рук в руки. В это время также увидела свет повесть писателя «Будь здоров, школяр» и роман «Бедный Авросимов». В 1976 году был издан роман «Путешествие дилетантов», а в 1983-м «Свидание с Панапартом». Булата Акуджава участвовал в эпизодических ролях в советском кино, написал много известных композиций к кинофильмам, а также побывал в роли киносценариста. В 1962 году он был впервые утвержден на небольшую роль цепной реакции, где исполнил свою песню «Полночный троллейбус». Более чем в 80 советских картинах звучат песни Булата Акуджавы. Песенка об Арбате, фильме «Покровские ворота», «Ваше благородие, господа удача», «Белом солнце пустыни». Нам нужна одна победа, которая вскоре стала одной из самых знаменитых композиций автора. Она была написана к фильму Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». В период с 1967 по 1985 год было выпущено пять пластинок с авторскими песнями Акуджавы. В 1968 году во Франции вышла первая пластинка с песнями Акуджавы, а остальные – в СССР. Помимо работы над своими произведениями, он занимался переводами стихов и прозой авторов разных стран. Работал редактором в издательстве «Молодая гвардия». Также он написал для детей повесть о войне «Фронт приходит к нам» и сказочную повесть «Прелестные приключения». За свою жизнь бард и композитор был удостоен множества наград, премий и почетных званий. За 40 лет творчества на свет появилось около 15 сборников со стихами Булата Акуджавы. Для собратьев по перу Булата Акуджава сформулировал универсальный критерий творчества, сказав «каждый пишет, как он дышит». Для бардов он стал камертоном. Своим творчеством Булат Шаулович навсегда оставил свой след в истории авторской песни. Барда и поэта почти 30 лет нет в живых, однако его песни и стихи все еще популярны среди любителей бардовской песни.